Безопасность детей превыше всего. Начинается учебный год, а поэтому Сургут на уходящей неделе провел ряд мероприятий, направленных на обеспеченность защиты и комфорта образовательного процесса. Например, работники учебных заведений совместно со службами быстрого реагирования приняли участие во всероссийских учениях на действия в различных чрезвычайных обстоятельствах. Пусть такие ситуации не происходят, но знать алгоритмы поведения необходимо. Карина Александян стала свидетелем отработки тактики по сценарию «Захват заложников» в шестой школе нашего города. Также моя коллега расскажет про визит главы муниципалитета на комбинат школьного питания. Там городоначальник оценил готовность учреждения обеспечить более 60 тысяч мальчиков и девочек горячими завтраками и обедами. Также Максим Слепов попробовал измененное меню. Алена Кулакова – младший ребенок в многодетной семье. Старшие дети перешли в шестой класс, а она идет в первый. Хрупкая, на первый взгляд девочка занимается тайским боксом, когда, как ее старшие сестры, двойняшки с танцами. Дети Читы Кулаковых готовы к учебному году. Рюкзак и канцелярский набор на уходящей неделе Алена выбрала в траектории надежды. Став участницей акции «Собери ребенка в школу». Я хотела сначала взять, допустим, котика, но мне захотелось бабочку. Выбрала бабочку, да? Да. Ну, это очень веселая помощь нам. Ну, старшие детей, да, собирали, тяжело было тоже. От них, да, много чего остается ей, младшей. И одежда. И одежда остается. Ежегодно траектория надежды снабжает рюкзаками и канцелярией около 20 первоклассников, подопечных фонда. На этот раз для тех, у кого грядет впервые в их жизни День знаний, специалисты фонда подготовили 13 наборов, а в целом планируют посодействовать в сборах свыше 80 школьникам. «Собери ребенка в школу» — это акция «Хоть и к сентябрю», но в целом, если к нам обращается семья в течение года, обращаются за канцелярией там, потому что, опять же, для младших школьников очень проблематичная ситуация с постоянными расходами материалов, в виде пластилина, цветной бумаги, они что-то теряют, и, соответственно, мы их также обеспечиваем набором в течение года, если они к нам обратятся». Помогают формировать наборы для школьников, представителей градообразующих предприятий, бизнес, неравнодушные жители Сургута. В стороне не остаются и специалисты политической партии «Новые люди». «Школа — это важный этап в жизни, и нам хочется поддержать детишек для того, чтобы у них было все хорошо на самом деле, для того, чтобы они радовались, им было удобно этим пользоваться, и у них были возможности, прежде всего, для того, чтобы себя саморизовать в будущем». Чтобы у детей были комфортные, а главное, безопасные условия для учебы, 29 августа в образовательных учреждениях нашей страны прошла всероссийская тренировка по отработке взаимодействия работников в школах, в том числе сотрудников охранных предприятий и служб быстрого реагирования. В здание шестой школы врываются сотрудники Росгвардии. Это водитель и старший полицейский. Последний с оружием остается прикрывать напарника. По прибытию на объект в реальной ситуации ход действий специалистов правоохранительных органов был бы все же иным, более серьезным и масштабным. «Тренировка – это всегда, это отработка действий, то есть это понимание, кто рядом с тобой в нужный момент, то есть в опасную ситуацию. Они должны знать алгоритм действий как сотрудники охраны предприятий, так и руководители, так и лица ответственных за антитеррористическую защищенность на каждом объекте. То есть данные тренировки проводятся как периодически, так и внепланово в случае направления, ну, таких указаний, как сегодня. Поэтому алгоритм отработан, как люди меняются, естественно, и условия у нас жизни меняются. Необходимо повторять и повторять для того, чтобы нарабатывать навык в случае необходимости, то есть применить все свои знания и возможности». Специалисты Росгвардии круглосуточно патрулируют город. В среднем на прибытие к месту вызова требуется не более трех минут. «У нас есть экипажи, то есть заступают как в день, как в ночное дежурство, так и в дневное. Соответственно, экипажи рассредоточены по отделам полиции, по своим территориям. Все, наверное, смотрели фильмы американские, там, где они кодами разговаривают. То есть у нас все то же самое. Это коды внутренние, их никто не знает, знаем только мы. И путем переговоров по радиостанции они сообщают. Если, грубо говоря, возникла какая-то ситуация, то они, соответственно, кодами также сообщают, передают информацию. То есть как может быть все хорошо на объекте, то есть это определенные коды. И, например, если требуется помощь, как вы говорите, они говорят, что требуется помощь точно так же кодами. Безусловно, это вызывает определенного рода эмоции. Но педагоги и администрация школы имеют прежде всего задачу это спасти жизни детей и людей, которые находятся на объекте. Поэтому мы не задумываемся о страхе. Мы сначала решаем управленческие задачи, обеспечивая безопасность людей, а затем уже переживаем все эмоции, которые переживают обычные люди, попав в такую ситуацию. В образовательной организации назначены люди, которые ответственны за эвакуацию с объекта. Они открывают запасные выходы и регулируют, кто через какой выход, в зависимости от ситуации, опять же, которая произошла на объекте, не будет выдвигаться. Никто не хочет, чтобы подобные ситуации происходили, но знать тактику поведения необходимо. С началом учебного года в сургутских школах отрабатывают действия при условных ЧАЭС. Начнут и с учениками. К слову, за парты сядут немногим больше 62 тысяч ребят. Из них примерно 10% в первоклашке. Напомню, мальчиков и девочек начальных классов в альмаматор кормят бесплатно. А 17,5 тысяч детей питаются по льготным правилам. У них два приема пищи. Что вы делаете и как делаете? И для чего? В первую очередь. Комбинат школьного питания, обеспечивающий горячими завтраками и обедами юных сургутян, на уходящей неделе проинспектировал глава сургута Максим Слепов. С помощью прибора-рефрактометра определяем показатель преломления и смотрим на соответствие сока требованиям нормативных документов. Сейчас я проверила прибор по дистиллированной воде. Он соответствует. И сейчас сделаю измерение сока. Свойства школьного питания для градоначальника и врача по образованию важны, потому что здоровье детей – это главное. Помимо вкусовых качеств, пища должна быть питательной, сбалансированной, безопасной. Это все, что вы сами изготовили? Да, это все новинки у нас. Овсяное печенье, злаковое, сметанник. Это больше просто как лакомство, конечно. Значит, нынче мы ввели зеленый чай, каркаде. Кисель из каркаде? Да. Ну, кисель любят не все, но как сладенький напиток, стараемся поменьше. На самом деле кисель очень полезен. Полезен. Да, потому что он является, ацербирует на себя вредные вещества, поэтому даже при отравлениях его используют. В рационе обязательно должна присутствовать рыба, но, как отмечают родители, большая часть детей тяжело и чаще неохотно ее ест. Специалисты сургутского КШП нашли выход. Теперь этот продукт будет подаваться не в традиционном виде, а в форме наггетсов с добавлением овощей. Поэтому мы рыбу пытаемся как-то завуалировать. Котлетки. Стоит ли рассказывать? А то дети перестанут есть котлеты, подумайте. Будет очень вкусно. На самом деле есть опыт и у других регионов. Я не просто так спросил. Действительно вводят в связи с тем, что рыба нужна. Омега-3, вы помните, полиненасыщенный жирный кислот обязательно в употреблении. Поэтому многие комбинации школьного питания стараются вводить рыбу в рацион, добавляя в другие блюда. У нас очень хорошие технологи, которые разрабатывают сами блюда. Мы все лето дегустировали эти блюда самостоятельно. Пытались понять, что будет лучше, что нет. Поэтому, надеюсь, мы выпали в цель. Ну, соответственно, котлета – это котлета. На вид – это, допустим, тот же наггетс. Но внутри у нас есть и овощи, и клетчатка, и мясо. Более 10 новых блюд разработано комбинатом школьного питания. Специалисты постарались обновить подход к составлению меню с учетом пожеланий, в том числе родителей и детей. Не первый год мы здесь. Более того, еще хочу рассказать о своем опыте. Мы год назад по поручению губернатора, у нас была целая делегация, мы выезжали в Волгоград, где нам демонстрировали частное предприятие, которое обеспечивает детей школьным питанием, как опыт мы изучали. Поверьте мне, наш комбинат школьного питания на уровень выше. Мы на очень хорошем, высоком уровне находимся, вы сами это видели, и по отделке помещений, и по содержанию, по наличию оборудования. Я считаю, что мы правильно сделали, что сохранили это предприятие, правильно сделали, что мы вкладываем в это предприятие средства для того, чтобы наши дети питались, первое, безопасно, во-вторых, вкусно. Как правило, пищевые предпочтения ребенка формируются из домашнего питания. В школьном рационе не добавляют усилители вкуса. Из специй соль, и то в небольших количествах. Еда максимально полезная, утверждают специалисты. Но, как говорится в известной поговорке, что полезно, то невкусно, что познавательно, скучно. Впрочем, на то, чтобы та или иная привычка прочно вошла в повседневную жизнь, человеку требуется 21 день. Карина Александян, Владимир Федоров, Юрий Шиповалов. Специально для программы «Новости главное». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!